Всем добро бодро от горя пчеловода сколохоза 100 лет без урожая но в этом году с урожаем меда да действительно не очень но это уже вина климата климат уже к сожалению не первый раз у нас меняется на территории современной российской федерации кто если немножко изучает архитектуру православных храмов которые кстати очень схожи по своей архитектуре с мечетями то он прекрасно понимает о чем я говорю в 1812 году произошли некие события которые повлияли на изменение климата и уже после 1860 года все храмы которые строились на территории современной сейчас российской федерации уже были сделаны с печным отоплением раньше такое отопление не предусматривалось значит климат был теплый кстати земли в этом году с картошкой более-менее нормально но у всех земля пластилин у меня кстати еще вот копают даже мотоблоком акси копают руками почему я копаю мотоблоком и почему меня такая почва если кому интересно это уже будет ссылка верхнем правом углу но сегодня речь идет не об этом вышел за закон все слышали о собирании валежника я на радостях построил парогенератор ну а если серьезно то парогенератор я построил по одной банальной причине что у меня он прогорел а да кстати об истории вот сейчас вспомнилось пришел на ум фраза из песни виктора цоя пчела работа наше будущее туман нашем прошлом то ад то рай и да действительно если посмотреть то история у нас неоднократно переписывалась и кстати как правило на переписывалась у нас иностранцами единственно кто хотел написать историю российского государства это был михаил васильевич ломоносов русский ученый самородок но после того как он собрался при загадочных обстоятельствах он умер а вот кстати дровишками разжился это у меня пойдет сейчас на топливо на парогенератор это у меня дровяничок но то будет отдельно ролик о том как я делал дровяник и как дрова высушил за три месяца сегодня у меня послал фотографии он мне написал ответ это что за пепелац ну и в принципе фильмы георгия донелями тоже нравится значит будет пепелац туманом а 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 Субтитры подогнал «Симон» Начнем с того, как он устроен. Питательный бак, служащий для подпитки. У него примерно полметра труба, на которую я одел удлинитель. То есть питательный котел, трубка с краном. Здесь уже детали от старого парогенератора. Пчела греется. Водогрейный котел. То есть топка стандартная. На ней водогрейный котел. Это раньше была заливная горловина. И теперь пошли уже изменения. Во-первых, я сделал камеру так называемую осушителя. Ну, это с моих слов осушителя. То есть ее принцип, то, что водяные капли вылетают, они должны доиспаряться. И в виде водяного пара по пароводной трубке должны податься во вторую камеру. Во вторую камеру сухопарника. Значит, сухопарник. Кому интересно вообще, как его изготавливал данный парогенератор, ссылка будет под роликом. То есть здесь попадает во вторую камеру. Во второй камеру через дренажное отверстие. Попадает в первую камеру. И по первой камере выходит. И уже через патрубок, через гибкий газовый шланг уходит потребителю. То есть там у меня будет поставлен флягу. И будем варить сироп. На котле есть водомерный кран. Как им пользоваться. А я вам все покажу. То есть отличие от парогенератора Перевалова в том, что у него есть питательный бак. Есть догреватель или испаритель. И уже две камеры сухопарника. Значит, многие ребята уже начали делать емкости основного котла 50-60 литров. Из-за того, чтобы не доливать. У меня было 10 литров. И я столкнулся с проблемой в том, что при доливке это очень небезопасно. Когда откручивая аж заливную горловину, пар сильно силой врывается в лицо. Приходилось закладывать тряпкой. Откручивать в крагах сварочных. То есть удовольствие довольно-таки небезопасное. Потом я понял, что необязательно там 50-60 литров делать водогрейный бак. Достаточно его оставить таким же на 10 литров. То есть здесь у нас в основном котле я заметил то, что если долго держать, то вода закипает со временем. То есть каким образом мы подпитываем основной котел. Открываем пробка. Пробка должна быть открыта. Открываем водомерный кран. Водомерный кран на котле, про который я забыл сказать. Открываем данный кран. И до тех пор, пока уровень в котле не достигнет нужного и будет вырываться паровоздушная и водяная фракция, закрываем кран. Закрываем водомерный кран. Котел у нас подпитан. И как правило уже парогенератор через 2-3 минуты выходит на свой рабочий режим. Это связано с тем, что в котле вода подогревается. Вот видите, я залил полный котел и она уже, вода расширилась и выливается. Сейчас по мере выкипания я покажу, каким образом я его доливаю. Самое главное, вам не нужно кипятить очень большое количество воды. Не 50, не 100 литров. Достаточно кипятить 10 литров. То есть получается котел принцип проточного. То есть мы постоянно его подпитываем уже готовой горячей жидкостью. Сейчас возьмем прибор Кельвин и померяем температурки. Вот сейчас как раз я слышу то, что котел практически выгорел. То есть открываю водомерный кран. Котел открыл. Из бака подпитки открываю кран и произвожу подпитку котла до тех пор, пока не пойдет вода. Все, котел подпитан. Видите, я абсолютно работаю голыми руками. Абсолютно все безопасно. И теперь замечаем время, через сколько начнется сосновое кипение во фляге. Так, сейчас у нас 16.08. Глянем. Так, процесс закипания пошел до сих пор еще 16.08. Ну, пусть он выйдет на рабочий режим. В принципе, он уже, вот видите, забурлил уже. Ну, минута получается. То есть буквально до нагреть нужно одну минуту. Все надо закрывать. Он вышел на рабочий режим. Сейчас будем варить сироп. Так, выставляем прибор. 16 градусов, окружающий у нас воздух. Котел сейчас, то, что у нас долит, 46 градусов. Сам котел 90 градусов, как называется, испаритель, догреватель 110 градусов. Сама трубка 130 градусов, ну, 130 будем считать. Выход потребителя. Потребителю температура опора. Что, сок? Да ну, нахрен. Еще раз замеряем. Прибор шкальнивного. Еще раз замеряем. Блин, 200 градусов больше шкерит. Ёшкин ты кот. Так, из котла. И самого котла 90 градусов. Сейчас попробуем вот здесь. 130 градусов. Это здесь уже когда трубка охлаждает. А на самом выходе здесь просто клинит. То есть больше... А вот 203 градуса показало. Температуру, короче, замерили. Ну, в принципе, все, что хотел вам рассказать. Какой ролик получился, плохой или хороший. Судить вам. И да, и под описанием ролика будет ссылка на тот ролик, как я его делал. Пишите в комментариях, что еще можно с этим чудом техники сделать, что нельзя. Вот я считаю, что перед первой версией парогенератора, который модернизирован, который я сделал, у него есть ряд преимуществ. То есть, первое, это экономия топлива в виде подогрева жидкости выхлопными газами. Во-вторых, это проточный котел с водомерным краном. И в-третьих, это безопасность эксплуатации. Ну, и в-четвертых, вот сейчас варится сироп. Брызжится, правда. Сейчас надо еще убавить. Вот так. Ну, все, что я вам хотел сказать. Всем всего доброго. До свидания. Пишите.